Ну что, продолжаем записывать влоги. Сегодня выходной день, отличная погода. И как-то неожиданно осень так пришла. Прям резко, да, всё жёлтое стало. Вы видите. Сейчас у нас планы съездить, взять кофеёк, что-то покушать и поедем куда-то в Подмосковье. Даже не решили ничего. Не больше стоит, почему меня не записывали? А как не записывать, потому что у него камера глюканула. Будем с этим разбираться. И по поводу мобилизации, я подал всё-таки заявку через госуслуги. Мне пришла стандартная отписка, что, ну, ожидайте повестки из военкомата, приготовьте документы. Ну, надеюсь, дадут отсрочку на годик или там на сколько. И вот этот ещё. Новые в обжоры. Да вообще. Любишь кататься, как говорится, люби и саночки возить. Побежала, побежала. Что? Красавец. Отправил девочек за кофе, плюс они забегут в Макдональдс, что-то перекусим, потому что не хочется в дороге страдать от того, что в животе урчит. Ну, и заодно хотел ответить на вопрос, почему всё время ездите с маманой, берёте её с собой в поездки. Я скажу так, у нас прекрасные отношения, мама у меня как дружбан, то есть мы смеёмся и материмся, абсолютно никакого притеснения, стеснения у нас нет. И если у вас не такие прекрасные отношения с родителями, ну, тут я даже не знаю, что сказать. Либо налаживайте, либо, ну, дальше можете продолжать писать такие язвительные комментарии, они достаточно саркастичные. Но нам суперкомфортно. Я этому очень рад, что у нас такие отношения. Катюня, ты сейчас там разбери, что у нас с тобой там получилось. Что-то здесь поставим. Убирай технику. Пока не знаю, где чай, сейчас попробуем. Да. Пока мы не знаем, где чай. Смотрю мороженое, да? Да, я как всегда себе мороженое. Куда же мы приехали? На набережную Степана Разина. Это город Тверь. Ну, у нас просто прогулка. Здесь безумно красивая набережная. Вот она, Волга. Красота? Да. И ты без камеры. Всё, у девочек началась фотоохота. Обязательно сделать снимки в первую очередь. Вы сначала насладитесь природой. Вот сразу фоткаться. Вообще здесь очень красиво. И в целом мы вот так вот любим с семьёй вылезти куда-то, не сидеть дома. Тем более прекрасная погода. У меня нет цели, опять же, сделать из этого ролика Википедию и рассказывать про Тверь. Просто приезжайте точно так же и наслаждайтесь. Это очень прикольное здание. То есть сама архитектура. Волга, природа, солнце, жёлтые листья. Ну, офигительно. Вот на фоне вот такой картину будете наблюдать. А что здесь? Тут такой разрывчик. Прям интересно стало посмотреть. Ну, там камешки. Да, тут спускаться, конечно, опасно. Не, здесь, конечно, я бы не рискнул. Мне ещё очень нравится... Уточку. Уточку. Ну, вряд ли. Она прям совсем малюсенькая. Ну, потом в редакторе можешь быть. Ну, есть только, да, в редакторе. Здесь очень прикольно. На той стороне набережная такие дорогие дома там. Вот так, визуально. А там дальше мостик смотреть. Да, ещё один автомобильный. Но его вряд ли сейчас будет видно на камере. Очень классно. Хочешь листья покидать? Да, хочу. А давай я слоумошн сделаю. Только какашку случайно не возьми. Подожди, я сейчас слоумошн включу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Потому что наши в Москве всё время оголяют траву. А раньше в Советском Союзе так не делали. То есть были субботники, да, и убирали по весне. И как раз это и землю же бережёт от того, что она не размывается и так далее. Как такая естественная плёнка. Одеяло. Такие молчуни. Да, 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 да. Мы наслаждаемся. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. Снимай. А, я незамедленно снимал. Ну и с обратной стороны набережная Степана Разина двухэтажные домики. Все выдержаны в одном стиле. Красивенько. Сейчас ещё немножко покручусь. Вот они там. Практически за горизонт уходят. Прикольно? Что? Прикольно? Да, круто. Пойдём ещё, знаешь, что посмотрим. Вон арка была. Что там вообще? Внутренние горьки так красиво. А, ну слушай, это прям жилые получаются. Потому что вон, видишь, тарелки. Такие уютненькие. Такое ощущение, что прям не в городе. Очень уютно. В городах таких нет. Ну вот, как видишь, есть. Очень симпатично. Вот тут тебе, ма, если бы твоё, да, жильё такое было. Цветочки вон прям перед окнами. Да? Оранжевее внутреннее было. Да. Сейчас посмотрим на ещё один закуток. Это ты? Я думаю, что происходит? Я думаю, что в реальном моменте жили, вот где-то в Копе бежутся. Вот примерно так же и было. Да? Тоже двор у нас был. Тоже двухэтажные домики? Да, двухэтажные. Ну, женщина вылезла. Пойду посмотрю. Не знаю, что было. Товарищи, соблюдайте чистоту и порядок. Дверь, наверное, Советского Союза. Она уже прям разваливается. Да, интересно. Вон, смотри, здание уже всё развалилось со временем. Новогодние, потому что раз шарик не несёт. Да. Там ёжик стоит, а ты сними ёжик, а ты его? Где? Да, я заснимаю. А, всё, вижу. Да. Видно его? Да. А там уже такое всё современное. Четыре этажа. Уже Андрея Дементьева улица, дом 37. Да, уютненько. Пойдёмте дальше. Так приятно, на самом деле, побродить два часа, и ты на природе. Тут у тебя и река, и деревья красивые, и по листьям побегали, и солнышко до сих пор ещё светит. Очень кайфово. Потому что в свете последних новостей, которые сыпятся, да, ну, сами всё знаете, хочется немножко отвлечься от этого. И вот такая пилюля немножко расслабляет и отвлекает. Вот не перестаю говорить о том, что старые здания всё равно создают некий шарм городу. Не знаю, правда, какого года здание, но тут всё сохранилось. Ну, не то, что в идеальном состоянии, но, тем не менее, вон лепнина. Уже там проросло дерево на втором этаже. Видимо, давно стоит заброшенное. Ну, всё равно симпатично. Смотрите, как красиво. Чаши. Да. И вот, посмотрите. Вон из окошки, смотри. Угу. Подвальчики были. Я думаю, что осело оно просто. А может и подвальчики. Не знаю. Ну, и рядом наводил Альфа-страхование. Ну, а мы пойдём вон туда, чуть дальше ещё пойдёмся, посмотрим. Нашли тут тропиночку. Давай, Майя, я тебе, может быть, руку подам. Да, мне помоги. Ага. А Катя-ка тебя ловить будет. Вот тут хорошо летом. Прям пикничок можно устроить. Вообще. Ну, как приятно. Как будто на море, да? Ага. А это вот сейчас катер, то, что три минуты назад проплывал, и он как раз насоздавал здесь волны. Они вон всё сильнее и сильнее. Девочки на разведку дальше пошли. Ну, и я с ними. Сейчас сидел, немножко по работе повтыкал, поотвечал. Так, но всё равно тут свинюши, конечно, находились. Вон, оставляли всяких бутылок пивных. Вот такие тут камни симпатичные. Как будто их немножечко сточило водой. И вот она, Волга. Здесь, конечно, отличный вид. Куда они забрались? А, ну, уже фоткаются. Естественно. Что же вы ещё можете делать, девочки? Конечно же, фоточки. Со мной ходишь? Блин, а классно здесь. Вот так вот, если взять с собой шашлычки, да, на берегу так устроиться, вообще очень здорово. Ну, я смотрю, там и устраивали. Там вон на фоне мусор. Сейчас, сейчас я ещё хочу посмотреть на водичку. Слушайте, ну, она такая незагаженная, достаточно прозрачная. Ку-ку. Ку-ку. Кто кого перефоткает. Всё, уже мы домой едем. Сейчас заправляемся, потому что у меня топливо на 150 км. Ну, прям тык-впритык. И заодно купим что-нибудь вкусненького. Пойдём сразу в напитки. Я не буду. Я потерплю. Вот земляничку я бы попил. Обожаю вот этот напиток. 109 рублей стоит. На, держи. Ты можешь тархун взять, чтобы просто разнообразие было? Потому что ты пивнёшь и тот, и тот. Тархун он тоже отличный. Я хочу даже и той, и той домой взять. Ну, смотри сама. Мороженое хочешь? Мороженое. Не, я не буду. Чё-то не хочу. Ну, хочешь, что я сосисон возьму? Я не могу съела. Мы же сейчас будем в ТЦ. Мороженое. Мороженое. Чё-то не вырвало. Не вырвало. 9 косарей ну и ну там спортивная брака то есть она не полностью расстегивается через верх блин такая короткая господи а тебе нравится наоборот да так я на широкий угол 5 это ты у меня нежная но меня смущает длина я знаю что такое очень любишь но мне сейчас ты уже не походишь это икс xs а надо хотя бы xs ночью берем модом но танцуй на под музыку тут тут у ту 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 а ногами ну вот другое дело все спокойной ночи ма мне 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 все заканчиваем вложим звучит как-то да вложи на тебе так обсирает за то что там коверкашки это слова как-то и уменьшительного ласкать что-то говоришь что-то говоришь но вот комментарии напишут они помнят интернет сапу